8 августа день города отпраздновал также один из старейших городов Чувашии – Аллатырь. Поздравить аллатырцев приехал и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению, откуда взялось название города. Возможно, от слова «алтарь». В стародавние времена здесь существовало капище. Но не исключено, что сюда донеслись отголоски древних былин про белгорюч камень Аллатырь с острова Буяна. В 1552 году Аллатырь впервые был упомянут в описании третьего похода Ивана Грозного на Казань. По версии историков, царь с войском подошел к высокому берегу Суры в том месте, где в нее впадает река Аллатырь. И приказал построить город Рублины и укрепить его по всем правилам тогдашнего крепостного искусства, назвав его по имени реки Аллатырем. По мнению следователей, поселение здесь, конечно, существовало задолго до его упоминания в русских летописях. Однако, именно с того времени началась история города Аллатыря как русского военного, культурного и религиозного форпоста на восточных границах русского государства. В городе сохранилось огромное количество памятников архитектуры. Около сотни зданий представляют культурную и историческую ценность. Чтобы древний город нормально функционировал в 21 веке, в Аллатырь за пять лет инвестировано более 4 миллиардов рублей. Мы строили и будем строить в городе Аллатыр новые современные объекты, создавать рабочие места, развивая конкурентную среду для ведения предпринимательского дела. Открывались новые предприятия и будут открываться. Да здравствует город Аллатыр! Слава горожанам города Аллатыря! Господдержка направлена на развитие инфраструктуры, благоустройство, решение жилищных проблем, ремонт и реконструкцию социальных объектов. Отдельная статья помощи связана с занятостью населения. Аллатырь сегодня это город, в котором сочетается экономический потенциал, уникальность географического положения, историческое своеобразие, традиции и культура. По итогам первого полугодия текущего года, 10 из 12 предприятий города обеспечили прирост объемов отгруженных товаров. В 2014 году был построен новый детский сад на 240 мест. С его открытием в городе решена проблема очередности в дошкольные учреждения. Аллатыр стал вторым в республике городом участником российской программы поддержки моногородов. В 2011 из федерального бюджета город получил 176 миллионов рублей. Из республиканского более 380 миллионов. За счет этих средств обновили сети воды и газоснабжения, канализацию построили котельные. Главной площадкой праздника в день города стал стадион труд. Здесь аллатрцам вручали награды за трудовые успехи. Михаил Игнатьев посетил Аллатрский свято-троицкий мужской монастырь, возложил цветы к могиле архимандрита Иеронима, который в течение долгих лет был наместником монастыря.